МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадо компании Гомелю, студии Маргариты Шубукова. Добрый день. На приемы по особистых питаниях, которые проводил помощник президента Республики Беларусь, главный инспектор по Гомельской области Александр Турчин с момента его призначения на посаду звернулося около 200 человек. Приемы грамадян прошли у Гомеле, Жлобине, Мазыры, Решицы и Светлогорску. Шаргова, який сегодня должен был отбыться у Добрыши, стал незвычайным. Многие грамадяне у пошуках истины звертаются одразу у некольких инстанций. Усех, кто записался на прием до Александра Турчина, вырешили свои питания подчас приема грамадян старшиней райвы Канкама, який отбылся на передатне. Как означал Александр Турчин, работа по вырешении проблем насильництва у района Гомельской области наладжена эффективно. Необходно, как бы в первую шаргу на звороты грамадян оперативно реаговали минавито мясовые улады, які повинны завсёды давать сломашальный отказ на питание. Необоязково, что оно будет вырешаться на корысть того, кто звернулся до представников улады. Однако в этом случае необходимо разсломашить, чем урешение минавито такое, а не иншее. Самое головное – не давать людям об'яцанию, які за вызнашенный час не виконываются. Когда мы вот этими обещаниями приходят человек на приём, показывая отписки, условно говоря, сложенные пятилетние, каждый раз всё мы обещаем, обещаем, вот это самое страшное, которое мы не должны этого делать. Поэтому, ну, а в целом я хочу сказать, что всё-таки я положительно оцениваю работу местной власти с обращениями граждан. Нет такого формализма, что мы просто, условно говоря, человека отпихнули в сторону, лишь бы отписку дать. Такого нету. Но, тем не менее, я ещё раз говорю, у тех вопросов, иногда нам надо быть более настойчивыми, решая проблемы наших граждан, если мы видим, что действительно проблема есть, и её надо решать. Протягиваем выпуск. Гомельская мясомолочная компания отримала одразу 32 узнагороды на выставе «Продэкспа», якая завершилась у Москве. Гэта выстава лечится самой великой демонстрационной пляцовкой харшовой продукции у Европе. Для отчинных перепроцовщиков отриманной узнагороды не только признание высокой якости продукции, а и подтверждение правильности проводимого курса по опоширении ассортименту и пошуку новых рынков. Летость Гомельская мясомолочная компания имела партнёров у 15 краинах света, при чем поставки ожитивлялись навод у Нигерую. У гэтым годзе почалися поставки молочных консервов у Таджикистан и Туркменистан, проводятся перамовы с Китайской народной республикой. Разом с тем у холдингу подкресливают тот факт, что, починаючи с минулого года, умовы для внешнеэкономичной деятельности пошли погоршаться, что примушает принимать додатковые меры по повышению конкурента с дольности продукции. Год предстоит достаточно напряженный и тяжелый. Из-за того, что мировые цены на те продукты, которые мы производим, это молочные и мясные, они демонстрируют достаточно высокую волатильность и не показывают рост. Они снижаются. По крайней мере, растут не так, как бы мы хотели. Поэтому работа будет очень напряженная, очень тяжелая. Но мы сделаем все, что необходимо. На этом тэдне белорусы починают святковать масленицу – старожитное славянское свято со шматликими гульнями и забавами. Основные мероприемства разгорнутся на выходных, а по кулю в многих установах и деактивная подрыхтовка до свято. Не выключение и Рэшинский центр Рамёствау. На майстер-класс по выработке весновых жауруков трапила наш корреспондент Светлана Князева. Тое, что Рэшинский центр Рамёствау рыхтуется до масленицы, бачно сдалек. Звук на установы глядя жауруки, готовые выпрыгнуть на улицу, ка бразовым зусиме сустреть весну. У самим центра кипить работа. Директор установы Юлия Крагель у своей семьи, представница уже не первого поколения, якой займается народными промыслами, демонструет на шейдомичной бригаде майстер-класс. Я вам расскажу, покажу, как делается соломенная птичка. Называется жаворонок. Это одна из наиболее простых, наиболее традиционных и наиболее востребованных форм базовых в соломоплетении. Некольки рухов умелых рук и весновый жаурук готовы. Юлия Кажа детям вельми подобается соломоплетение. Дальше у центра школьники разом со своими бабулями мают махшимость займаться лозоплетением и лепкой солёного теста. У нас функционируют три клубных формирования, два кружка, в основном дети 6-10 лет. И есть любительское объединение «Ажур», где возрастных ограничений нет. А еще тут допомагаются развитию малого предпринимательства у сферы народных промыслов и ромёствов. У центра берут на комиссию выработки майстеров города и района. Таким чином дают махшимость усім жадающим набыть речи, які сподобались. Часто сирот пропонованных работ сустракаются, за правды, эксклюзивные варианты. От разностайности техник, предметов, сувениров у речицким доме ромёства в очи разбегаются. И все справа рук мясцовых жахаров. Ось такий чудовный глиняный сувенир, например, выработала жахарка вёске «Дняпровец». Дина Дунец сама глину здобывая, сама опальвая и сама расписывая. Бондарство, разьба по древе, колка, бисероплятсенье, бижутерия ручной работы, выкананная у незвычайных техніках. Сувениры с глины, ляльки, тыльды, шкатулки, вышиванки – вельми популярные у гостей замяжи. Усе вырабы вельми пригожи. И усе ручной работы. Когда смотришь на вещи, сделанные своими руками, то понимаешь, что в каждую вещь вложена частичка души, любви мастера, а это есть самое ценное. Не глядяши на то, что Центр уромёства у сего третий год, работы его маэстро удельничают у шматликих городских, областных, республиканских и международных выставах, таких як «Вясновый букет», «Вясна у Гомеле», кермаши, які опрацуют подчас проведения международного лагера «Дружба». Светлана Князева, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель» Зреческого района. Приемная новина для гомельских аматоров клуба «Вяселых и знаходливых». Новая экспериментальная лига популярной гульни открылась в Гомеле. Наши корреспонденты побывали на первой встрече сезона и доведались, про что жартует эта «Вясной молодь» и чем новая лига КВЗ дрозняется от всех других. В 2016 году клуб «Вяселых и знаходливых» означает 55 годов. Такая прихожая дата натхняет гомельских аматоров гульни на некие эксперименты. Все лето их будет два. Первое – створение новой домашней лиги КВЗ. У социальных сетках ее называют «домашкой». Эта лига тематичная и имеет свой отметный стиль. Мы хотим сделать добрую, хорошую домашнюю лигу, где все только учатся и только повышают свой КВНовский уровень. Это один из экспериментов, который в 2016 году мы планируем у себя в Гомеле. Помимо этого в Гомеле начинает работать на базе лиги КВН «Полесье» новая междурегиональная лига Международного союза КВН, которая работает под эгидой телевизионного творческого объединения Александра Маслякова и компании. Это лига КВН.бел. У домашцы – все по-домашнему. Навод ведутся не в туфлях, а в тапочках. А члены жюри приходят у гостей до команд. До речи оценивать новую гульню активно допомогал Белорусский союз женщин. Мы впервые проводим такое мероприятие, но я думаю, что первый блин не будет комом. И определять победителя мы будем совместно. То есть половина членов жюри – это члены областного президиума Совета женщин и половина КВНщики. Все самое ведомое и интересное с гульни КВЗ застается у новой лизе. Изменяется парадок и колькость конкурсов. На первой гульни свои выступления представили 7 команд – с Гомеля, Гродно, Минска и Могилева. Проводить домашку будут по стандартной схеме – с полфиналами в осенью и финалами в конце года. Переможцу чекают привабные перспективы. Во-первых, он получит возможность автоматически, минуя все отборы, все поездки в Сочи, принять участие в лиге КВН «Белл». С одной стороны. А с другой стороны, я лично для победителя домашней лиги приготовил особый КВНовский приз. Это пока секрет. Но этот приз, я думаю, команды очень оценят. Потому что приз отрывали от собственного КВНовского сердца. Наступная гульня домашней лиги отбудется у Гомеля на приконце Саковика. А до летних каникулов будут вызначены усепов финалисты. Вера Котляр, Михаил Рабков, телерадокомпания «Гомель». Сегодня у Палацы Румянцевых и Паскевишев открытся выстава «Самовары» со сбору музея и приватных коллекций. В экспозиции представлены столовые приборы и приналежности для шайпития 19-го початку 20-го стагодзеу. Усе предметы с фонда у музея Гомельского палацево-паркового ансамбля. А так само с приватных коллекций Сергея Путилина и Александра Атрушкевича. Без самовара немогчима было уявить традиционное шайпитие некальки 10-го дзил тому. Зараз он практически не выкористовывается по своим прямым призначении, только в якости экспоната. На выставе можно убачить разностайные самовары, які были популярны у наших протков. А кроме этого, наведовольники смогут убачить широк чайных предметов европейского походжения. Например, бульетку, якая выкористовывалась на проконце 19-го стагодзя. Но какой самовар без чашечки, ложечки, без стакана с подстаканником, без сливочника, сахарницы и так далее. И все это тоже можно увидеть в этой экспозиции. Если большой зал показывает многообразие самоваров и аксессуаров, то следующий зал интерьерный, он показывает самовар в его средовом окружении, в интерьере конца 19-го, начала 20-го века. И все это очень органично играет на эту выставку. На введовольниковой выставе так само чакаются конкурсы, віктарины и дегустація чая. На ГТП Кулиусеосту де працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин